Интернет знает о нас все. И мы уже к этому начинаем привыкать, потому что вы, наверное, замечали, что как только вы о чем-то начинаете думать, вы заходите куда-то в интернет, и вам уже в рекламе выдается то, что вы только-только хотели, о чем вы только начинаете думать. Это удивительно на самом деле, как интернет знает о нас больше, чем мы сами. Но, оказывается, бывает так, что люди знают о нас больше, чем мы сами. Вот это удивительно. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сейчас я попытаюсь объяснить, о чем я хочу рассказать. Смотрите, вчера у меня состоялся занимательный разговор с одним из моих подписчиков. Я выяснил, что я о себе достаточно немного знаю. Но началось немножечко агрессивно так. Он мне пишет. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вы осознанно пришли в когорту лоховодов, таких как Кречетов, Елисеев, Деньги не спят и прочих трепачей? Или это само собой получилось? У вас был такой классный канал на Ютубе когда-то, с уважением к вам, ваш многолетний подписчик и исследователь вашего творчества. И я такой, ну, я ему отвечаю. Нет, неосознанно. Я рассказываю то, чем занимаюсь и что мне интересно. Сейчас мне интересны опционы и опционные стратегии. Я пытаюсь написать робота, о чем и рассказываю. То есть, ну, в принципе, все правда. Я искренне, абсолютно. Вот. Я, как Чукча, пою о том, что вижу. Вот. Ну, он пишет. Я не о роботах, а завлекалове с целью наживы. Невозможно создать робота одному. Для этого нужно целое конструкторское бюро высококвалифицированных программистов. Ну, это спорный вопрос, потому что программисты, они каждый индивидуален. И, в общем-то сказать, их организовать достаточно сложно. Но, друзья мои, я по образованию программист. Я это знаю. И я ему пишу. Я программист по образованию. И мне это, сам процесс программирования, просто нравится. И в свое время я писал довольно сложные программы. Это действительно так. Математическое моделирование различных процессов. В принципе, решение, ну, я вам объясняю, что я писал. Решение цифровыми методами систем дифференциальных уравнений в области химической кинетики и газодинамики в разреженных средах. Ну, если более, так сказать, как бы ближе к теме говорить, на низких орбитах или на верхних слоях атмосферы что происходит с различными веществами. И вот, что он мне отвечает на это. Юрий, что за билиберду вы пишете? Я прекрасно знаю ваше образование и кем и когда вы работали. Я такой вообще, значит, я сам говорю, я не понял, кем и когда. Может, я что-то о себе не знаю, так сказать, упустил. Он говорит, наверное, у вас болезнь. И вы себя с каналом на ютубе путаете. То есть я, естественно, сам себя не знаю, где я работал. Я пытаюсь доказать, что я не верблюд. Я говорю, я в 1986 году окончил обнинский филиал МИФИ. Специальность прикладная математика. У меня диплом по этому поводу есть. После этого меньше года отработал в одной конторе, которая на оборонку работала. Ну, там, так сказать, как бы секретная штука. Вот. И потом ушел в НПО Тайфун. Это в Обнинске. Инженером-программистом сначала. Потом МНСом. Это младший научный сотрудник. Потом научный сотрудник. То есть меня повышали достаточно. Я там отработал лет пять, на самом деле. Вот. А потом началась перестройка из науки. Я ушел в частные предприниматели. В Тайфуне я как раз программировал. Ну, действительно. И довольно много, и довольно успешно. Вот. А что вы знаете обо мне и откуда? Спрашиваю я у него. Я не могу разглашать свои источники информации. Это не моя тайна. Но поверьте, там знают все и обо всех. Во как. Ну, что я мог сказать на это дело? Ну, тайна значит тайна. Я ему просто сказал, что я сильно подозреваю, что источники его дают недостоверную информацию. Доказывать, что я не верблюд, в общем-то, не входит в мои планы. Ну, и ради чего? Ну, в общем, я посоветовал не верить этим источникам. Ну, если это источники, это спецслужбы, то, в общем-то, скажем, наши спецслужбы работают очень-очень неграмотно. На самом деле. Потому что, ну, я-то себя знаю. Ну, ребят, ну о чем сказать? Зачем? Зачем такое сочинять? Ну, вот, я действительно рассказываю то, что я знаю. Я очень, конечно, рад, что обо мне уже слагают такие легенды. Но, друзья мои, я такой, какой я есть. И когда я начинал свой канал, я долго думал, называть себя своим именем или нет. Вот, я Деметков Юрий. Или можно было назвать каким-нибудь там Винни-Пухом, например, понимаете? То есть, здравствуйте, я Винни-Пух, там, значит, я тут сейчас вам расскажу, куда инвестировать. Нет, я решил, что, в общем-то сказать, если я хочу, если я рассказываю людям, если я призываю их инвестировать, и если я хочу им помочь, то я должен открыться полностью. То есть, вы видите меня, я живой, меня зовут Деметков Юрий. Я ни разу не вру. Понимаете? И это не входит в мои планы. Я действительно хочу помочь людям начать инвестировать. Я действительно хочу, чтобы люди зарабатывали, и чтобы люди поменьше ошибались. Ну, а людей много, их огромное количество. Каждый судит обо мне, ну, исходя из своего собственного опыта. Если кто-то хочет кого-то обмануть и думает, что обманом можно заработать, исключительно обманом можно заработать деньги, то он и ищет кругом обман во всем. Ну, и, естественно, он его найдет, потому что, ну, такие люди попадают все сплошь на Форекс. И, пожалуйста, я говорю, на Форекс не надо, там вас обманут, ребята. Не идите туда. Вот. Потому что я там был уже. Я знаю, что это такое. И я вам скажу больше, меня там не обманывали, но там риски огромные. Там риски огромные. Я объясняю это, что там даже если вас не обманут, то вы все равно разоретесь. Вот. А я рассказываю, как не совершить ошибки, потому что, ну, я совершил массу ошибок в своей жизни. И я пытаюсь действительно помочь, друзья мои, но не обманываю я. Вот. Ну, я не хочу оправдываться, конечно. Вот. Как бы. Ну, если кто-то думает так, то, ну, пусть думает, флаг в руки, пожалуйста. Вот. Ну, я такой, как я есть. И я ничего не могу с этим поделать. И если я с кем-то вначале был в резонансе, то есть вот он пишет, что я с интересом смотрел на ваш канал, он был такой классный, а сейчас все изменилось, это сплошной лохотрон. Друзья мои, я меняюсь. Не потому, что я стал лохотронщиком, а потому, что, ну, у меня стало, грубо говоря, больше денег, у меня другие интересы. И сейчас я рассказываю о тех интересах, которые волнуют меня сейчас. Меня сейчас волнуют опционные стратегии, меня по-прежнему волнует создание источников пассивного дохода, повышение эффективности этих инвестиций, и уже меньше, наверное, волнуют вопросы строжайшей экономии. Потому что, ну, для меня это уже не так актуально. И, наверное, вот те люди, которые пришли ко мне на канал, когда я был весь в долгах, ну, у меня были другие интересы, и другие темы резонировали с большинством людей. Сейчас меня больше интересуют инвестиции, и больше интересуют роботизированные вот всякие штучки и опционные стратегии. Я об этом рассказываю. Ну, вот как-то так. Напишите, что вы думаете вообще, ну, скажем так, обо мне, и вообще, надо ли этим заниматься. Я уже, так сказать, вы заметили, что, наверное, пореже видео стало. Ну, может быть, мне уже и не так интересно стало этим заниматься. Ну, на сегодня все. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. До встречи.